Приветствую вас! Для понимания того, что с вами происходит, конечно, довольно мало информации вы дали. То есть вы описываете свои поведенческие модели определенного рода, говорите вы, что вот, значит, у меня свое дело, мне на работе зам, а я сижу сутками дома, плачусь периодически, люди возле лица вокруг, на всех срываются. На работе небольшие проблемы. Ну и в личной жизни вас тоже не клеится. Вы знаете, перво-наперво нужно выделить момент, точку отсчета, с которой все началось. То есть, точка отсчета, которая показывает вам, когда все пошло на приказах. В этой точке отсчета будет ключевая сторона изменения. То есть, некоторые изменения с вами произошло. Некоторые изменения с вами произошло. Как-то вы поменялись, поменялись вы либо сами, либо ситуация вокруг вас изменилась, что не особо важна в данном случае. Но привело это все к тому, что в итоге вы просто, наверное, оказались в своем текущем положении. И вот, вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот, как получается, по тексту вашему, как вот если анализировать текст, который вы пишете, то кажется, что вы чересчур много на себя взвалили определенных обязательств. Чересчур много вы на себя взвалили, значит, обязанностей. Чересчур много вы взвалили на себя ответственностей. Чересчур много взвалили на себя дел каких-то, да. И это все было как бы, ну, не совсем ваше, может быть, скажем так. Ну, просто вот не совсем ваше это было. Вот как мне это, по крайней мере, видится, что это было не ваше, а было, вот, знаете, искусственно. Так вот мне показалось, исходя из вашего текста сообщения, что вот это вот все вы пытались, вы на себя брали, 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 пытались все это как-то вынести, пытались все это как-то, как-то, значит, на себе вытерпеть. Не получилось, вы устали, и теперь говорите всем, ну, это я так образно, конечно, выражаю. Теперь вы как бы всем говорите о том, что вы не хотите никого видеть и так далее, и так далее, и так далее. То есть ситуация получается именно такая, что вы чересчур много на себя брали, как вот мне показалось. Изначально, как мне показалось, что вы чересчур много взваливали на себя ответственности и обязанностей. Вопрос, от которого я хотел бы вам задать, заключается в следующем. Что заставляло вас это делать? Почему вы взваливали на себя так много обязанностей? Почему вы взваливали на себя так много ответственности? Зачем вам это было нужно? Следующее. Были ли вы естественны в своем поведении? То есть были ли вы собой, являетесь ли вы собой, являлись ли вы собой в своем поведении? Вот, в выполнении всех этих ролей, которые вы выполняли, да, являлись ли вы собой, да? Это очень важный момент, потому что без этого момента нельзя будет понять, где вы, а где, собственно, настройка, социальная настройка, которая вам мешает, которая не дает вам реализоваться самостоятельно. И вот необходимо, как это не печально звучит, необходимо разобраться с тем, что заставляло вас жить не своей жизнью, как много у вас не своего в жизни, как много у вас тяжелой ответственности, и понять мотивы, ваши мотивы ее держать. Потому что, когда вы говорите, что у меня свое дело, и что я на работе жал, это говорит о том, что вы занимаетесь не своим делом. Понимаете, вы делом с чужим, которое вам либо неприятно, вот, по какой-то причине, либо слишком тяжело, и вы все равно продолжаете это делать. Ну, и, соответственно, вы также по такому-то принципу строите свои личные отношения. То есть вы не являетесь собой, вы не показываете себя, какая вы есть, а по сути дела вы даете понять человеку, кто. То есть вы стараетесь работать на образ, чтобы человек думал о вас, какая вы. Но в действительности вы либо боитесь показаться ему настоящей, либо не привыкли показывать себе настоящую, либо не знаете, какая вы настоящая. Либо считаете, что настоящая, ну, в принципе, это одно и то же, а настоящая вы не понравитесь одному человеку, людям и так далее. И идет это либо из детства, либо из подросткового или юношеского периода. Когда вы поняли, что нужно играть в роли, в социальные роли. Играли, играли, играли и вот заиграли. Заиграли до того, что теперь вас все злит вокруг, на всех срываетесь. Значит, только сидите дома, да, и лежите. И все. Вот. Наверное, начать нужно с того, почему у вас все вокруг взгляды. То есть если вас это злит, значит вас это задевает. Если вас это задевает, значит задевает что-то. Начну надо определить, что задевает, почему задевает. То есть больше, больше рефлексии. Ну, больше рефлексии от вас. Что по-вашему с вами происходит? Что вы думаете об этом? Почему вы взгляды? А причины кроется именно в том, что все вызывают у вас злость. И либо вызывают все злости у вас, потому что у них что-то есть, а кое-чего нет у вас. И вас это раздражает. Потому что вы считаете себя достойным этого. Но не можете получить. Либо вас напрягает, что эти люди все от вас чего-то ждут, ожидают. А вы устали, вы устали оправдывать ожидания. Ну, либо вы боитесь этих людей. Вы их просто боитесь. И через злость у вас проявляется достойная реакция. Я вынесу вот эту вашу фразу, что у меня всего, как взгляд, я вынесу в заголовок своего ответа. Не просто так. Это, на мой взгляд, главное. Самое что-то, вот, практически единственное, что вы пишете о себе. До этого вы просто перечисляете, что-то с вами происходит. Но не говорите ничего о себе. Даже парень говорит, что у вас не клеится просто. Просто не клеится. Почему не клеится, вы не знаете. А почему они остались с предыдущим парнем? Тоже не знаете. Даже все ощущение, что вы просто забыли вообще отслеживать свои переживания. Забыли здесь забыли, обращать на них внимание. Забыли тогда свой эмоциональный интеллект, если угодно. А его тоже нужно развивать. И дальше вот будет у вас такая ситуация. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.